Друзья, всем привет! Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Быстро разберем ситуацию по биткоину, по альткоину, соответственно, разберем предыдущий прогноз. Ну и посмотрим, что нам ждать от активов в краткосрок, среднесрока и более глобально. Вероятно, вы помните то, что в прошлом выпуске среднесрочно по биткоину я рассматривал отскок. Отскок в уровень 8200 с тестом уровня 8300 долларов. На данный момент такие движения мы с вами получили. Соответственно, рассмотрим, какие здесь движения наиболее вероятны. Также по Ripple с уровня 30 центов я до сих пор нахожусь в Fiat. Пока что входить в сделку по новой я не планирую. Хочу обратить внимание на то, что уже несколько подряд коротких трейдов по Ripple мы сделали с вами довольно неплохие. Ну и в прошлом выпуске, соответственно, я затрагивал ситуацию по эфириуму. Говорил, что от уровня 170-172 в любом случае это хорошая точка входа. В любом случае можно ожидать 178-185. Данные уровни мы получили. Единственное, я в своей группе, ну, закрытая группа платная. Я там, соответственно, сказал, что лучше сейчас закрывать эту короткую сделку. Могу скриншот ставить. Соответственно, сделка данная была закрыта. У нас пошел откат по рынку по эфириуму. Соответственно, тоже что от него ждать более локально расскажу. Давайте сразу сделаю вставочку от спонсора, а после на одном дыхании мы с вами разберем и биткоин, и альткоины. Друзья, если вы излишне азартные, то лучше свой азарт, конечно, удовлетворяет на проверенных площадках. Такой является фэйрплей, я не один раз вам о ней рассказывал. Данный проект основан на блокчейне, и все в него записываются. Блокчейн открытый, и вы можете его посмотреть сами. На данный момент проект уже довольно неплохо вырос, и было выплачено более 4 миллионов долларов. Вполнять свой депозит и выводить выигрыш можно в биткоине, этериуме, еще в 8 топовых альткоинах. Например, только в июле один человек выиграл 183 эфира, и все выплаты были совершены быстро и без комиссий. Вы все это можете посмотреть в блокчейне, так как каждая транзакция записывается. Да, это игровой проект, но данный проект доказал свою состоятельность, и думаю, азартным людям он подойдет. Проект Фэйрплей, ссылку вы найдете в описании, а мы с вами продолжаем. А также Фэйрплей совместно с Форклок проводит розыгрыш 2000 долларов. Более подробную информацию вы можете найти в их телеграм-канале, ссылку на него вы тоже найдете в описании. Так, друзья, давайте с вами разбираться по ситуации с биткоином. Соответственно, все предыдущие прогнозы я вам уже озвучивал. Реализацию мы данного движения получили. Что же сейчас мы с вами наблюдаем более среднесрочно? Среднесрочно актив сделал довольно хорошее движение. Мы с вами поломали сопротивление и закрепились над ним. Поэтому и в закрытой группе, и если я не ошибаюсь, на канале я обозначал данный уровень. Данный уровень важный для закрепления. Также в группе писал, что здесь я ожидаю консолидацию. Консолидация у нас с вами есть. Далее все же, я думаю, будет сквиз на лонгистов. Потому что здесь, вероятнее всего, внутри канала, который здесь очень хорошо виден. Я неоднократно вам говорил, что у нас канал 8900-7800. На самом деле 7600, но по текущей поддержке все-таки 7800. 7600 это просто основываясь на тех поддержках, которые были ранее. И, соответственно, более среднесрочную ситуацию по биткоину я рассматриваю в следующем ключе. Я думаю, у нас будет сквиз на лонгистов. Сквиз на лонгистов, думаю, в поддержке 850-8100. То есть, вероятнее всего, в этой поддержке у нас будет сквиз на лонгистов. Возврат в уровень. И второй импульс. Второй импульс на пробитие самый важный уровень для нас. Это 8350. Рассматривать реально какой-то лонг, если вы не в позиции, это 8450 плюс-минус. 8450 нас прокатит на уровень 8600-8600. Я думаю, это адекватная точка. То есть, здесь тоже какой-то процент можно будет заработать. Если рассматривать ситуацию по биткоину более глобально, то, что вот я говорил, оно сейчас происходит определенно. То есть, у нас набор был крупных позиций, сейчас идет их усреднение. Обычно такой вот сетап, я говорю, это вот идет какая-то волатильность. И потихоньку-потихоньку мы с вами выходим, здесь консолидируемся и у нас продолжается плавный рост. По крайней мере, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что здесь у нас хорошие реально поддержки. И действительно, есть активность покупателя-продавца, в отличие от этих уровней. Здесь у нас торговались боты. Поэтому все-таки более долгосрочную ситуацию по биткоину я рассматриваю в следующем ключе. Совсем локальная ситуация. Ну, как видите, мы с вами получили консолидацию. Консолидация с тестом сопротивления. Сопротивление у нас не проходит. Поэтому тот сквиз, о котором я вам говорил, в принципе, можно уже рассматривать более-менее локально. То есть, какой-то все-таки откатик здесь будет. Мы с вами получим откат, восстановление. Это очень малая вероятность, что это будет откат и откат. То есть, здесь именно это на снос позиций, вероятно, он будет для того, чтобы выйти на очередной ретест 8350. По биткоину соображения такие. Давайте эфириум. Про эфириум я вам неоднократно говорил. То, что у него очень хорошие поддержки на уровне 160-165. И здесь я хотел бы начать с более глобальной ситуации. Потому что те, кто смотрит мой канал, наверняка сейчас поймут, о чем я говорю. Я думаю, вы помните, как мы рассматривали с вами данные восходящие каналы. Где-то здесь я давал прогноз. То, что у нас с вами будет откат, консолидация. То, что это движение уже выдыхает с консолидацией. И, вероятно, будет повторный штурм. Вот сейчас мы с вами как раз уходим на добор неликвида к более глобальным движениям на повторный штурм. Здесь я рассматриваю все-таки уровни ниже хаев. Хай 196. Значит, уровень где-то 192-193 доллара. Это более среднесрочный такой прогноз. Что касается текущих поддержек. Покупатель хороший на всех локальных уровнях. А здесь локальных уровнях поп и жуй, как говорится. И то, что мы здесь смотрели, я показывал вам локальный трейд, который был закрыт. Я надеюсь, кто-то его успел закрыть. По крайней мере, я все своевременно вам давал. И дальше уже как бы дело только за вами было. Здесь я рассматриваю, если и продолжение на втором импульсе, коррекция, то вот эти уровни. Видите, здесь был уровень, здесь уровень, здесь уровень проторговки, которые сформировали уже более среднесрочный уровень. Это где-то плюс-минус 165. Ниже этого уровня, я думаю, маловероятна коррекция. Я думаю, даже если мы сюда пойдем, мы сюда пойдем каким-то сквизом на вынос лонгов. Все-таки здесь похоже на формирование позиций. И наиболее вероятная, с хорошим соотношением риск-прибыль, точка входа. По крайней мере, точка входа, которая потенциально катит на уровень 184. Ну, это 178-184, то есть это очередной возврат в этот уровень. Поэтому здесь бы внутри локального канала, я бы посмотрел, думаю, здесь еще будет чуть-чуть пониже, где-то до 170-172. Вот повторить предыдущую сделку можно, также набрать. И думаю, опять это будет локальный трейд нормальный. Что касается ситуации по реплу. Он сегодня у нас откатывался. Вот я смотрю, его опять выкупили. Все-таки, да, немножко поторопился. Я в группе тоже в свое писал. Вообще, я рассматривал по нему покупку от уровня T7. То есть вот отсюда, он, видите, сквизанул, опять его начали выкупать. Да, действительно, на данных уровнях у нас хороший покупатель. Но актив сейчас, он слабый. То есть все-таки более среднесрочный. Я здесь ожидаю 0.28, 0.28,5. Поэтому я из Fiat еще не перезахожу. Да, он может нам показывать уровни вплоть до 29,8. То есть даже... Ну да, то есть как бы более среднесрочно, более локально, точнее, вряд ли за 0.3 выход. Хотя здесь и есть потенциал до 0.31,5 выйти. У меня еще ордер там стоит. Я что-то про него даже забыл. Вот сейчас только вспомнил. Но у меня стоит еще ордер на продажу 0.31,5. Ладно, потом подумаю, что с ним делать. На данный момент ту большую часть, которую я продал на уровне 30 центов. То есть получается продал на хаях. Я пока держу в Fiat. Потому что рассматриваю здесь все-таки более глубокую коррекцию. Напоминаю вам то, что основная поддержка у актива у нас находится на уровне 26,5 центов. То есть это вот этот уровень, где у нас с другой стороны, и с другой стороны. Вот он продолжается. То есть вот наша основная уже, можно сказать, она такая и есть. Глобальная поддержка. Она и среднесрочная, и глобальная. Они пересекаются. То есть вот ниже этих уровней я актив очень маловероятно жду. А здесь надо будет все-таки принимать в зависимости от уровня и агрессии покупателя. Стоит ли здесь перезаходить или нет. Но в данном стапе актив все-таки показывает слабость. И все-таки я здесь рассматриваю небольшую коррекцию. Также вы можете помнить то, что я выходил из столарлюмина. Выходил из столарлюмина я по 6,5 центов. На цексе даже по графику видно, что объемы не очень большие. Но перезаходить упустило вот эти вот уровни. Вот здесь по-хорошему надо было перезайти. Я просто вот здесь вот и в прошлом еще в выпуске вам говорил, что здесь вообще по-хорошему можно перезайти. Но следующая поддержка у нас 5,7 центов. И вроде как ее можно подождать, но с другой стороны смысл ее ждать. Поэтому я что-то вот остановился в этой позиции. Но вот эти вот уровни при такой волатильности, при таких объемах, я думаю, даже вот эти вот. Вот эти. Вот я вообще планировал с этого уровня закупаться. Это 6,1 цента. Я думаю, наверное, на просадке я здесь и буду проходить. Пока что пробой. Ну, во-первых, 0,65. Это у нас в принципе... Почему я здесь продавался? Потому что это у нас в принципе глобальное сопротивление. А во-первых, здесь сил нет. И здесь продажи в любом случае будут большие. Это должен быть какой-то прям серьезный импульс. Пока что такого здесь не намечается. Поэтому Stellar пока тоже держу в Fiat. Здесь как бы ничего такого стрёмного не вижу. Своим соображением по рынку постарался поделиться как можно более кратко и как можно более полно. Если вы желаете подписаться на мою закрытую группу, соответственно, ссылку вы найдете в описании. Там форма для вступления. Также для того, чтобы развивался канал, я вас очень прошу, пишите свое мнение в комментариях. Это действительно очень важный триггер. Плюс мне реально очень интересно вас читать. Ну, правда. Очень много мнений. И действительно, иногда в споре... Да, есть какие-то больные, отбитые. Но иногда в споре, например, с умным, начитанным человеком вместе все доходим до какой-то истины. Ну и, соответственно, лайк, дизлайк от вас зависят. Но если не подписаны на канал, в обязательном порядке подписывайтесь. А я вам говорю, до следующего выпуска, друзья. Работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова